доброго времени суток мои маленькие любители вокала потяжелее с вами я фауст вы на канале friday school и наше сегодняшнее видео будет посвящено музыки в россии а если быть точнее концертной ее части будет интересно и прежде чем нам будет интересно хочу быстренько вас попросить подписаться на наш канал поставить лайк этому видео рассказать о нем друзьям всем кому только можно и не забывать про ссылочки в описании особенно про то где надо записаться на занятие и особенно так который говорит что это donation alert но а мы погнали как вы все могли заметить постковидное время нам все равно как-то мешает сходить на какой-нибудь концерт концертов в россии очень много но не всегда тех которые хочется и более того особенно остро стоит вопрос а как нам с своей группой выступить на таком-то таком-то концерте потому что мы габули но давайте разбираться и начнем мы с истоков а именно с ссср по его распад рок в те времена был как запретный плод железный занавес списки артистов со смешными грехами только будоражили бунтарский дух подростков те немногие кто мог достать кассеты иностранных исполнителей задумывались о собственном коллективе и часть этих задумавшихся собирались целые группы а еще часть могла дорваться до полноценных выступлений которые зачастую проводились закрытых клубах как один мой знакомый сказал раньше русский рок был лучше потому что наши косили под иностранцев и чем фривольнее был так сказать сорс исполнитель тем больше та или иная группа подвергалась гонению отправки последний путь видеть дурдома но восьмидесятых горбачев объявил о возможности критиковать политический строй в открытую и тут повалила новая волна музыкантов которая могла более свободно выбирать где выступить а движуха обрела уже более свободный характер поэтому стали появляться крупные рок-фестивали а концерты переносились из подвалов целые дворцы культуры а потом явился ельцин и ельцин сказал хорош этим вот самым артистам сидеть в подвалах началась новая веха в мире рок-музыки россии огромнейшее количество рок-музыкантов тогда даже участвовали в акции ельцин голосуй или проиграешь что дало новый глоток воздуха многим хотя и в наши дни таким исполнителям как алиса ddt и так далее вовсю приписывают статус продавшихся власти групп но тут не нам судить так как такая акция и дала окончательную мощь концертному движу в рок-сообществе в россии и по праву отчетом такого могущества можно считать фестиваль monsters of rock 1991 года в тушино когда москва содрогнулась от пантеры металлики и ссидиси на одной сцене тут понеслась новая жизнь урока и металла и начались нулевые ламповость этих времен была в том что каждый клуб как бы содержал свою движуху музыкантов и это было здорово по крайней мере некоторые группы даже отмечают что они в таких клубах и вполне могли заночевать нулевые они были как рай тяжелая музыка во всем мире стала принимать самые разнообразные обличия что конечно же повлияло и на музыку у нас в стране самых девяностых за кулисами продвинутые фанаты начали отходить от классических канонов русского рока в пользу альтернативного музла эти времена подарили целый питерский альтернативный движ в виде психеи джейнейро матри стигмата и прочих появился канал и one и заряженные в обойму альтернативщики жирно выстреливали практически в каждом клубе да и доступность выступлений было однако набирала обороты систем перекупки билетов это когда музыканты выкупали часть проходных бумажек чтобы окупить свое выступление в заявленном клубе и продавали друзьям знакомым первым встречным и это работало параллельно с трудом арт-директоров организаторов и других но как говорится хорошее не может длиться вечно и произошел застой слушатель к десятому году стал более брезгливым поток групп рос но и возможности выступлений также росли многие организаторы почуяв такие шекели стали искать способы привозить свои клубы легендарных монстров известных на весь мир и больше вкладывали сил на них тем временем конвертер заграничных металл трендов продолжал свою работу в россии но все сводилось к огромному потоку однообразных дэдкор металл корр и прочих корр групп исчез баланс души и качества в музыке в пользу качественной записи и текстов на корявом английском языке и в таком потоке мусора нередко пропадали самые настоящие таланты а то система с выкупом билетов стала работать только на организаторов чтобы пробиться со своим узлом музыкантам приходилось вкладывать еще больше денег в одно лицо чтобы хоть как-то выполнить главную задачу выступления расширить аудиторию многие орги стали выполнять роль просто дающих добро на выступление а дальше все ребят сами идите и доорганизовывайте и по сей день у нас концертами какая-то абсолютная хрень особенно если ты хочешь выступать то рабочая система выкупи билет продай другу она работала тогда сейчас она ну как бы не имеет смысла а все собственно говоря почему потому что оргам насрать всем насрать вот в это главная проблема концерта в россии то есть группам насрать на свое выступление хотя можно понять их и организаторам насрать на то какие концерты они делают на то какие люди к ним приходят и на то как это все окупить фишка в чем по своему опыту могу вспомнить ряд случаев когда организатор вам говорит приводите друзей на свой концерт но прежде чем вы согласитесь этой системой согласитесь что она работает вы сами подумайте а вы друзей на ребазу не можете позвать чтобы просто сыграть им свои песни и опять же на наш концерт приходит две коллеги для чумы тут надо заниматься пиаром как бы с обоих сторон и со стороны группы потому что группа хочет как-то выделиться и со стороны организаторов то есть нужно создать по-хорошему надо бы создать такой симбиоз которым обе стороны будут пиарить события я не могу сказать что все организаторы они действуют по такой системе всем организаторам абсолютно насрать я могу назвать ряд организаторов которые прекрасно выполняют свою работу с которыми сотрудничать также прикольно здорово и интересно и опять же предвлекая такой момент как бы если молодая группа хочет выступить то она сама должна все делать не никто не спорит что не должна как бы снова хочу сказать нужен симбиоз то есть организатор должен сотрудничать с группой чё выступление он организовывает иначе получится херня итак вывод чтобы получилось у нас хорошее замечательное выступление нам надо лично все своими вот этими ручками поднимать и желательно контактить с организатором чтобы он тоже свои ручки задействовал и помогал нам в подъеме потому что это выгодно как бы обеим сторонам а на этом у нас все спасибо вам большое за просмотр надеюсь вам было интересно поставьте лайк этому видео пишите в комментариях свое мнение что вы думаете вы рассказываете свой опыт в организации концертов выступлений как выходили как вы теряли билеты на этом мы с вами прощаемся так что до новых встреч не забывайте подписаться кстати на канал не забывайте пройти по ссылкам в описании и обязательно записаться на занятия всех целую